Сегодня я опять в садовом центре, смотрю семена, что продается, есть ли ажиотаж, нет ажиотажа нет, семян много, есть небольшой перекос на борщевой набор, то есть цветов покупают меньше, свеколки, морковки побольше, но есть у меня подозрение, что картошка теперь будет в хитах, давайте пойдем поищем картошку, какие сорта нам предлагают. Так, 4 сорта, ну вот это сорт Королева Анна, ну что ж, хороший сорт, это немецкая селекция, ранний, с желтомясой, с желтой мякотью, очень вкусный и слаборазваристый. Идем дальше, дальше Белороза, мой любимчик, цены, кстати, смотрите сами, это за 3 килограмма. Финская селекция, очень-очень ранний, 50-60 дней и можно на стол, очень вкусный, высококрахмалистый, ну вот такой вот красавчик. Ред Скарлетт, известный голландец, краснокожий, вкусный, урожайный, тоже ранний, не разваривается, очень популярен почему-то в России, то ли за цвет, то ли за вкус, в общем любят его в России сажать. Ред Скарлетт. А это гала, немецкий сорт, приятная во всех отношениях картошечка, среднеранняя, желтомясая, слаборассыпчатая и очень урожайная. Фермеры любят выращивать галу на продажу, потому что ее всегда продаж. Встречал я галу на рынках под именем, там, Тверская картошечка, Курская картошечка, замечательный сорт. В общем, сделаем вывод, 4 сорта картофеля, все иностранные, правда, очень хорошие, все ранние, районированные в России, то есть все нормально, все по закону. Немножко обидно, что нет наших российских сортов, российские сорта есть очень приличные даже, но я думаю, рано или поздно они появятся на прилавках. А теперь, дорогие друзья, если не трудно, напишите нам, а вы какие сорта картошки любите выращивать и какие сорта сейчас продаются в вашей местности, ну и, конечно, почем.